Всем привет! Это игры-гонки. Самые лучшие, которые можно найти для телефонов, для планшетов. Поехали, посмотрим. Расскажу по каждую игру, посмотрим 2-3 минуты. Начинаем с Hill Climb Racing. На самом деле, первая часть мне нравится больше, чем вторая, не знаю почему. Наверное, из-за того, что здесь можно бесконечно ехать, а во второй части там как бы короткие заезды, по сути, и мне они не очень нравятся. Здесь много тачек есть, мы можем их покупать за монеты, можем открывать. Как бы без доната все можно открыть, если постараться, конечно. И здесь каждая машина уникальна, потому что у них разная физика, у них все по-разному. То есть здесь есть смысл какие-то тачки открывать. Дальше можно новые трассы открывать, то же самое за золото. Ну давайте, поехали, покажу. Эта игра, она, знаете, она расслабляет. Я не знаю почему. Ну, в ней как-то приятно как-то играть в эту игру. Просто даже если ты проигрываешь, ты как бы не бесишься. Ты понимаешь, что в следующий раз будет лучше, типа не перевернешься, например, здесь. Нормально, сделана игра хорошо. Вот видите, я перевернулся, но я не злой. А, я могу дальше ехать. Нет, подождите, или все. Видите, он все-таки повредил голову. Нельзя дальше ехать, он как бы погиб. Здесь можно апгрейды делать, можно прокачивать двигатель, менять колеса, подвеску прокачивать и еще что-то там. Ускорение, по-моему. Ускорение, максимальная скорость, подвеска и, типа, колеса. Четыре варианта апгрейдов. На каждую тачку надо все с нуля делать. То есть если вы сделали на эту тачку, на новую снова надо все это набирать. Насчет монет, здесь много монет можно зарабатывать, но надо и много играть, поэтому. Но за бесплатно можно любую тачку все открыть. Единственное, придется просто ездить и копить где-то там, годных 10 проехать, накопить и можно новую тачку взять. Танк какого-нибудь там, еще что-то. Но там, конечно, дорогие есть варианты. Но здесь вроде и за рекламу дают монеты. В общем, вот такая игра. Вторая часть, она появилась, я не знаю, где-то три года назад примерно. И у нее лучше графика. Здесь появился, типа, фейковый мультиплеер, как бы. Он, по сути, не мультиплеер, но он мультиплеер. Я не знаю, как это объяснить. Вы, как бы, соревнуетесь не в прямом эфире против кого-то, а против реплея в записи, как другие игроки проехали. Поэтому в реальном времени здесь не нужен интернет, как бы. Вот так вот. Я, правда, сейчас взял режим не мультиплеер, а просто проехаться, показать вам. Но есть и мультиплеер там. Видите, графика более приятная, намного приятнее. Единственное, здесь, видите, машина очень маленькая. То есть нельзя вот взять камеру и приблизить, посмотреть тачку. Но вот вы можете, например, вот так вот я камеру поставлю. Видите, вы тачку видите. А мне, как бы, никак не приблизить. В этой игре, конечно, это минус. Ты не видишь тачек. Они очень маленькие почему-то сделали. Далеко камеру поставили. И это, я считаю, минус. Это минус. Так же, как и обычно, надо собирать топливо. Я забыл, что тут топливо есть. В первой части то же самое было. Топливо заканчивается, вы дальше ехать не можете. Поэтому приходится собирать. Либо улучшать тачку, чтобы она быстрее ехала. Чтобы топливо меньше расходовалось. По-моему, там тоже такой есть апгрейд. Вот так вот. Давайте попробуем мультиплеер. Я уже просто не играл давно. Не помню. Где-то тут можно мультиплеер нажать. Это на время. Вот это заезды на время. Это тут открываем. Сейчас нам что-то дали. Давайте откроем. И полторы тысячи нам дали монет. Adventure. Подождите, а где против игроков там как-то ж можно было ездить? Или я просто не открыл это еще? А, или это вот это? Я не понимаю. А, вот-вот-вот. Видите, я против. Вот-вот-вот. Вот это типа мультиплеер. Но это нереальное время. Это как бы запись, как они ехали. И мы просто вместе с ними как бы едем. Ну, смотрите. У меня тачка без апгрейдов. Я как-то вырвался вперед. Я не разгонялся прям жестко. И как-то нормально, нормально еду. Главное не перевернуться тут. Тут можно и вторым приехать. Главное доехать хотя бы. Потому что можно первым ехать. Потом просто врезаться и все. Или бензин закончится здесь. Ну, пока что вроде бензина тут нормальная. Я так смотрю. Все, финиш. Здесь можно. Все. Йохан на втором месте. Дмитрий на третьем. А последний Чилик вообще, наверное, не доехал. Он что-то вначале там остановился и все. И заглох. Вот так вот. Ладно. Это была Hillclaim Racing 2 игра. Дальше я показываю Angry Birds Go. Angry Birds Go в свое время была одна из лучших аркадных гоночек на iPad'ах. И на телефонах. Ну, на планшетах, телефонах была лучшая гоночка. Со временем выпустили вторую версию 2.0, да. И она стала хуже, потому что здесь без доната очень жестко что-то сделать. Ну, сложно что-то делать. Давайте какую-нибудь гонку запустим, чтобы с кем-то соревноваться. Вот мы можем выбрать птичку тут. У них есть способность у каждой птички. Есть тачки. Тачки отличаются только характеристиками. Особой разницы нет, как они едут там. Просто быстрее, медленнее и все. Ну, и как поворачиваю. Типа управление лучше, хуже. Ну, вот начало такое, как обычно. Если кто не видел, конечно. Я думаю, все играли в эту игру. Она прикольная. Она не напрягает. Спокойно можно расслабиться, поиграть. Но вторая часть, как я сказал, 2.0 версия. Она более донатерская. И здесь без доната игру пройти невозможно. И без лома, без доната никак. Если первую часть я проходил без доната вообще, там просто надо было больше перепроходить одно и то же несколько раз, чтобы накопить монеты на следующей карте. И можно было все пройти. Здесь так не получится. Здесь очень долго придется играть. Наверное, раз в 10 больше, чем в предыдущей версии. Потому что здесь очень сложно запчасти на машины выбить. Там нужно открывать контейнеры. А контейнеры очень сложно купить, открыть. В общем, поиграете, поймете. Кстати, смотрите на карту сверху. Видите полоска. Кто-то застрял вначале. Одна из птиц. Или там свинья. Не знаю, кто там был. И застрял компьютер. Тут такое бывает. Глюки такие. Это же у меня официальная версия. Не взлом никакой. Видите, как получилось там. Вот так вот я сейчас покажу вам. Кстати, на камере все такое слишком яркое. В реальности игра немножко лучше выглядит. Не так мутно, как на камере. Но это с телефона я снимаю. Что поделать? Простите уже меня. Я думаю, все видно все равно. Там не так плохо уж. Ну вот и способность у каждой птицы. У этой птицы типа такая способность ускорения. Я, кстати, сейчас проиграю. Видите, что я сделал. Я вбок врезался. Я меня могу сейчас обогнать. Мне очень близко, кстати. Но я все равно первый. Даже одной рукой я играл, но все равно первый. В этой игре можно, кстати, настроить, чтобы поворачивать планшет, телефон и машина поворачивать. То есть не надо даже пальцами нажимать. Следующая игра у нас CSR Racing. CSR 2 Legends. Я так понимаю, эта игра есть какая-то другая еще CSR. Это конкретно Legends. Здесь современные тачки, а есть какая-то вроде ретро-тачки. Более такие старые. Я как понимаю. Я помню, видел просто какую-то там ретро-тачки были. Здесь видите нам сразу Volkswagen какой-то там. Golf или что это был. Это Golf, по-моему. Очень популярная тачка. Да, она типа... Она очень легкая эта тачка. И если более-менее там прокачать мотор от GTI, она очень быстро едет. Быстрее, чем многие другие тачки. Более дорогие и более мощные. Из-за того, что она очень... Я просто забыл, как играть. Из-за того, что она очень легкая. Такая... А, это же обучение. Все правильно. Я вообще в эту часть, по-моему, не играл. Я так понял. Я в другую играл. Я в первую играл и с ретро-тачками. Это типа... Ну, здесь графика типа Нью-Йорк какой-то, мне кажется. Очень похоже на Нью-Йорк. Но, правда, здесь дома очень... Невысокие дома. В Нью-Йорке все-таки высокие. Но это, может быть, просто район такой Нью-Йорка. Ну, выглядит как Нью-Йорк просто. Ну, в общем, вот так вот. Драгрейсинг. Тачка едет. Ты включаешь ускорение. И переключаешь скорость. Все. Больше здесь делать нечего. И делаешь апгрейды потом. Вот так вот. У нас есть типа менеджер. Он говорит нам, что делать. Апгрейди тачку. Там бензин залей и прочее. Кстати, есть сохранение. Но это не я играл, походу. Это Настя играла. Потому что я не помню. Хотя 16-й год. А, наверное, тогда была другая версия игры. Видите? Сохранение 16-го года. Как я и говорил, я играл во вторую часть. Но она по-другому выглядела. Это, видимо, обновление. Следующая игра. Асфальт 8. Это неплохая игра. Это неплохая игра. Единственное, здесь копирайтная музыка. И, возможно, на Ютубе придется вырезать ее. Так что, если сейчас будет что-то с музыкой, или я вырезал что-то из-за того, что Ютуб скажет мне. Вырежь, чувак, там, типа, лицензионная музыка в игре. Ладно, поехали. Я покажу просто, что тут рассказывать. Тоже делаем апгрейды тачек. Открываем новые трассы, побеждаем. И все. Геймлофт Барселона. Это именно как раз студия с Барселоной. Это не то, что это трасса Барселона сейчас. Это именно Геймлофт. У них есть подразделение в Барселоне. Мы едем, кстати, на Феррари. Нам вначале дают Феррари, чтобы мы почувствовали, насколько крутая игра. Вот она. Сейчас я под камеру попробую поставить, чтобы вы видели. Графика очень хорошая. Одна из лучших график на всех гонок здесь. Особенно Asphalt 9, по-моему. Сейчас следующая будет Asphalt 9. Там еще лучше графика. А вообще Real Racing 3 считается лучшей графикой. И вообще там, типа, на плохих планшетах, телефонах она плохо идет. Типа, можно протестировать, насколько хороший у вас телефон. Если Real Racing 3 тормозит, то у вас говно телефон. Как-то так. Ну, это раньше было, я сейчас не знаю. Сейчас, может быть, это уже оптимизировали игру. Она не настолько грузит сильно. Давайте поехали. Asphalt 9. Вы видели 8. 9 я особо не играл. Я не скажу, чем она отличается. Видимо, лучше графика. Может быть, больше тачек здесь. Я не знаю. Честно, я один раз или два поиграл. Я разницу прям сразу не скажу. Но, типа, новые трассы. Там какие-то карты. Видите? Сейчас я покажу. Всего 615 карт. Видите, у нас 3 открытые. Это, типа, заезды. Это всего 1500, типа, заездов или побед. Я не знаю, что это такое. Это, типа, награды какие-то за что-то дают. Ну, типа, очень долго играть. Полторы тысячи заездов. Вот тачки. Но половина все закрыта. Вот я хочу, например, BMW. У меня... Она открыта или нет? Нет, я не могу. Видите, написано. Блупринт. Это, типа, чертеж надо открыть. Я не знаю, сейчас скажут мне заплатить бабки. Походу, нет? Я не понимаю. Так, подождите. А как мне ехать здесь? Я что-то не то нажал? Я, наверное, не могу ехать дальше. Нужно тачку купить, я так понимаю. Поэтому я не могу. Давайте предыдущую гонку, которую я проходил. Выбираем вот эту тачку. Бензин залит. У нее можно и ехать. Это я не знаю, что за тачка. Я не посмотрел, что за модель. Ну, вот такая графика. Сейчас я поближе поставлю, чтобы видно было графика. Графика хорошая, честно, сразу говорю. На камере... Ну, камера не передает графике. Но графика хорошая. Музка какая-то сразу чувствуется лицензионная. А тут можно наклонять, да? Да, здесь наклонять. Здесь можно, по-моему, поменять управление. Можно и стрелочками поворачивать. Если вам неудобно, если вы там где-нибудь сидите или едете в автобусе. Невозможно так поворачивать телефон в руках. Можно стрелочками поставить. Ну вот, нитро у меня есть. Здесь видно, да? Сейчас прыж в рыжок будет. В общем, вот такая вот веселенькая гоночка. Я не знаю, она платная или бесплатная. По-моему, бесплатная. По-моему, асфальт восьмой, по-моему, платный был. Или какой-то там седьмой, шестой был платный. А потом они сделали бесплатную игру. Следующая игра у нас... Смэш... Смэши Роуд. Или как он там? Смэши? Да, Смэши Роуд. Прикольная игра. Налево это левый поворот. Направо-вправо. Все. Больше управления здесь ничего нет. Здесь можно крутые тачки открывать, в которых способности прикольные. За нами полиция будет гнаться. Сейчас вот типа... Каждая секунда это типа очки дают нам. За каждую секунду мы выживаем. Как я вот. Типа нас поймали. Все. В конце нам дают там какую-то награду, фри гифт раз в какое-то время. И можно какую-то тачку новую открыть. Вот смотрите, сейчас может новую тачку открыть. 89 баксов нам дали. Окей. Можно попытаться выиграть новую тачку за 100 баксов. Давайте засунем деньги. И сейчас посмотрим, какая тачка будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Легендарная. Нет, обычная. Коман это самая обычная. Это обычная тачка. У нее, как правило, нет способности, никаких каких-то фишек. Просто она выглядит по-другому. А есть легендарные там, где у них может там пушка быть. Я не знаю. Она супер быстро едет. Или еще что-то там. Масло может выбрасывать на асфальт и прочее. То есть есть такие. Вот можно доллары собирать здесь. Один доллар. Кстати, всего один доллар. Да, прикиньте, а тачка стоит 100, чтобы открыть. Ну, попытаться новую тачку открыть. А вот когда собираем доллар в игре, всего один дается. Если бы сделали 10 за один, было бы прикольно. А так один, прикиньте. То есть надо 100 баксов собрать, чтобы машину новую открыть. А как мы видим, сейчас больше не выпадают баксы. Видите, я еду, вот выпал, окей. Но я всего 3 бакса за этот заезд, а надо 100, чтобы открыть. То есть очень долго открывается здесь. Либо рекламу придется смотреть, либо, я не знаю, либо придется каким-то... Может здесь есть какие-то места, где много денег можно найти, я не знаю. В общем, такая игра. Но она очень плавно идет, и в свое время она вышла где-то 4 года назад, наверное. Я точно не знаю. Она была хитом. То есть на первом месте по скачкам, на первом месте по прибыли. То есть разработчики свои миллионы долларов заработали на этой игре. И она еще до сих пор пользуется успехом, популярностью. То есть поэтому я вам показываю. Она неплохая игра. Чисто поугонять от полиции. Но не думайте, что вы тут тачки откроете. Без злома, без доната тачки открыть. Особенно легендарные очень сложно. Вы можете открыть какие-нибудь простые, обычные, но они... Ну, кроме внешнего вида, у них ничего нет. Камеру нельзя приблизить. Я бы сейчас посмотрел, как тачка выглядит. Видите, меня поймали. Все, поймали, арестовали. Все. Поехали дальше. Следующая игра у нас Hill Dash. И эта игра, я первую часть, помню, играл, по-моему. Почему я взял вторую? Я ее увидел в магазине. Сейчас она была на высоком месте в топе по скачкам, там по прибыли. И я поэтому и взял ее. Она прикольная. Мы типа соревнуемся с другими чуваками. Остановить. И пытаемся победить их. Тут есть... Типа надо тормозить иногда, чтобы не перевернуться. Еще что-то. Я плохо стартанул. Я вначале тормоз нажал, поэтому, может быть, мы не выиграем. Хотя здесь, может быть, первый заезд нам специально поддаются, чтобы мы только победили, понимаете? И чувака вот того нету. Это фейк. Чтобы мы думали, что это реальный чувак. И мы в конце победим его, я уверен. Хотя что-то машина вообще не поехала. Вы видели? Это что такое? Что за подстава? Это типа первая гонка, я должен побеждать. Я типа новая группа, меня должна игра заинтересовать, чтобы я дальше задонатил. Но походу это специально сделано. Типа, видите, теперь нам говорят, типа, давай там апгрейди, типа, скорость. Твоя машина говно, ты не выиграешь. Вот мы проапгрейдили, сейчас типа то же самое, но на этот раз мы победим. Это нас как раз-таки учат, как донатить и на что донат тратить в игре. Вот так вот. Сейчас мы должны побеждать уже. Я просто буду жать кнопку газ, я не буду даже тормозить, мне кажется, это. И сейчас достаточно, чтобы выиграть. Здесь не было моментов, когда я переворачивался, походу. Здесь можно было газ в пол и все пройти. Вот здесь теперь нам хватит скорости. Смотрите, мы не разобьемся, походу. Ну, не, все равно не хватает на самом деле. Не, мы проехали. А, вот он взорвался, окей. Ой-ой-ой, здесь надо все-таки притормозить. Все-таки игра не такая, что одну кнопку нажимаешь. Видите, я притормозил, а то можно было проиграть. Но на самом деле можно уже не спешить, мы это уже как бы не проиграем. Главное не перевернуться. Но еще бензин может закончиться, конечно. Чекпоинт, кстати, первый, еще не конец. То есть тут такая игра, очень прикольная. Она очень хорошо сделана, она не тормозит, приятная графика. Музыки здесь вроде нету, только звуки, как я понял. Музыку вы можете свою включить с телефона, там, радио какое-нибудь. Я не знаю, что вы там слушаете, и этого будет достаточно. Видите, я тут даже не разбился, все нормально. Уровень пройден. Вот так вот. И там апгрейды, новые тачки открываются, это понятно. Следующая игра, которая долгое время считалась самой красивой игрой. Может быть, она и остается самой красивой игрой гоночной. Но она уже надоела всем, понимаете. Здесь в этой игре нужно бензин заправлять в тачке, чтобы там она, типа, ехала. Иначе придется несколько часов ждать, нельзя ехать и прочее. Да, здесь, видите, управление такое. А давайте я попробую поставить. А, нет, нет, нельзя поставить. Я люблю управление, когда стрелка. Меня не люблю, тем более, видите, для видео мне надо будет что-то вращать, и это как бы неудобно. А где звук алёра? Я что, звук выключил? Да, представьте, я звук выключил. Здесь, по-моему, тоже лицензионный звук, если что, там. Всё, поехали, поехали. Заводи. Заводи. Все были в восторге, когда игра выходила. Сейчас я нормально постановлю. Э-э-э. Это я левым пальцем, короче, штормоз нажимал. Ну всё, я уже первым точно не буду. Но здесь, теоретически, даже можно первым быть на первой гонке. Здесь тоже, опять-таки, записи того, как ездили оппоненты, поэтому... Здесь, видите, нам помогает автоматический тормоз. О, здесь можно камеру поменять. Во, вот так само итог кайфово. Видите, какие диски красные здесь. Но нам вначале дают крутую тачку, чтобы мы поняли, типа, если задонатишь, ты в конце-в концов получишь эту тачку. Но! Сейчас эту тачку никто не получит. Я тебе так поставлю. Мне так удобнее. Ну, нам эту тачку у нас... Заберут эту тачку сразу. Я плохо еду, это пофиг. Я просто показываю игру. Хотя вы все видели её, я думаю. Ну, короче, побеждаете, там открываете апгрейды и прочее. Давайте следующую. Вот эта игра находится сейчас то ли на первом, то ли на втором месте по платным приложениям на iPad. Вот прямо сегодня я её скачал. Я её когда-то покупал за доллар или за два, или она бесплатная была. Сейчас она стоит, типа, доллар или два. То есть бесплатной версии теперь нету, я не знаю, почему её убрали. Но она, типа, до сих пор пользуется популярностью. Типа, ты едешь на тачке, у тебя есть пушки, ты их апгрейдишь, убиваешь зомбаков, давишь зомбаков. И это нравится людям, и до сих пор эта игра приносит прибыль, её обновляют. Я не знаю, что тут добавляют, но обновление выходит на эту игру. Тут даже, видите, даже кинцо есть вначале. Хотя я не уверен, что когда я покупал эту игру, это кинцо было. Мне кажется, это потом добавили, что я этого не помню. Хотя игра у меня куплена была давно. Года четыре назад, наверное, я покупал, может, пять эту игру. Я думаю, вы играли. Иран Тудай называется вторая часть. Есть первая, я не помню, чем отличается первая. Я тоже, по-моему, играл в первую. Ну вот и наша тачка. Давайте сейчас покажу геймплей. Я думаю, вас заинтересует эта игра. Здесь, типа, первый день, и мы начинаем ехать. Это, типа, США. Видите, крест, где стоит? Это Флорида. Но это не Майами, это, типа, Дайтона-Бич какая-нибудь. Там, куда-то туда мы едем. Потому что Майами чуть ниже находится. Но это, типа, Штаты. Мы должны проехать все Штаты. Это, типа, дороги и прочее. Ну, по очертаниям, это США. Потому что вот внизу это Техас. Там Мексика. И слева там где-то Аризона, Вегас и Невада. А здесь вот справа. Ну, это, я так. Может быть, это Калифорния, где мы сейчас. А ниже там все это. Ну, неважно. Давайте поехали. Гараж. Типа, мне тачку надо купить или что? Я уже не помню. Мне надо что-то проапгрейдить. Больше бензина помещается. Мы сделали апгрейд бака. И вот, смотрите, в чем фишка игры. Так, подождите. А как ехать? А, это педали. Я думал, что это мусорка. Прикиньте, выглядит иконка, как мусорка. Я думал, типа, это корзина какая-то. Типа, выкинуть что-то, я не знаю, нажать. А это, типа, это газ. А это газ, оказывается, ребята. Здесь можно, видите, в некоторые места сверху запрыгивать. Здесь у вас турбо, крутая тачка прокачана. Можно на второй этаж запрыгнуть. Там больше собаков, больше ящиков и прочего. О, смотрите, прикол. У меня бензин закончился. Да, я помню, играл. Даже в начале много поиграть не дают. Здесь постоянно бензин заканчивается. При том, что игра платная. Прикиньте, игра платная. И тут еще нас просят, типа, донатить. У нас 29 баксов. Что мы можем? Мотор проапгрейдить. Что будет? Не написано, как бы. Ну, типа, по надписи написано, типа, он мощнее. Будет мотор, быстрее и прочее. А на сколько там увеличился мотор, сильнее стал? Не написано вообще ничего. Ну что, давайте давить их просто через газ. Я не буду даже ничего нажимать. Посмотрим, как далеко мы доедем. У нас, видите, может почти до второго этажа там допрыгиваем. Мы только сделали апгрейд мотора. Как мы видим, первая заправка сверху можно посмотреть. Вам видно? Она нескорая, видите, сверху. Индикатор. То есть, чтобы до первой заправки доехать, это я не знаю, сколько надо ехать и сколько надо делать апгрейдов. Ну, вот такая вот игра. Так, дальше у нас остались две игры. Need for Speed Most Wanted и Gravity Rider. Gravity Rider мне понравилась. Я недавно ее первый раз поиграл, я потом расскажу. А Most Wanted, она давно была куплена. Она у меня куплена даже на PlayStation V2. Вот эта игра. Она там другая, по-моему. Но что-то похожее есть. Но здесь больше игра похожа на Real Racing 3, как я понимаю. Потому что та же компания делала. И очень похожая графика, движок, такое же все. Только я не знаю, здесь донат, не донат, как тут игра сделана. По-моему, здесь нужен донат жесткий. Сейчас вспомню, я не помню на самом деле. Был тут донат, не было. Опять, видите, надо поворачивать. iPad большой у меня, Pro, и поэтому неудобно. Поэтому я влетаю, прям все время врезаюсь куда-нибудь. Опять-таки, лицензионная музыка, судя по всему, какая-нибудь играет. Ну, попса какая-то. Ну, типа... Ну, это, по сути, рок попса или как это называется. Неважно, в общем. Nitro надо вот свайп делать, нас учат. Вот я и сделал свайп. Видите, какой хороший свайп, я последний. Ну, короче, вот такая игра. Ну, тут нечего рассказывать о Need for Speed, как Need for Speed. Очень похоже на Real Racing, как я сказал. А вот Gravity Rider есть смысл взглянуть. Смысл в том, что игра неплохая. Она прикольно сделана, кстати. Я тут прошел пару уровней. Не помню, сколько. Но что-то я играл. Я, видите, три уровня прошел. Нет, два уровня я прошел. Здесь, в общем, мотоциклы, я так понимаю, только используются. Можно проапгрейдить. Видите, это suspension подвеска. Это вот колеса лучше, типа, ставишь. Видите, я до второго левела проапгрейдил. Сейчас еще подвеску. У меня есть золото, по-моему, монеты. Да, подвесочку сделаем. Подвеска дает стабильность. То есть машину меньше переворачивается. Здесь надо контролировать переворот. Тормозить, если надо. Разгоняться там. Ну, вы знаете. Так, 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 так. Прыгаем. Ну, зацените, какая игра. Какая приятная игра. Я, когда поиграл, я сам офигел. Насколько здесь очень классная графика сделана. Да, она типа мультяшная, но она выглядит офигенно. Игра идет плавно. Вот эта игра прям... Если бы я был фанат, я бы и долго играл в такие игры. Я просто не особо люблю такие игры. Но я просто... Мне нравится, как она играется. То есть тут наслаждение есть. Ненапряжная игра. Вот я о чем. Такие приятные игры редко попадаются. В основном есть игры. Они прикольные, они бесплатные. Начинается какая-то реклама постоянно лезть там и прочее. Здесь пока, видите, рекламы нет, ничего. То есть можно играть. Можно, конечно, вот рекламу посмотреть, заработать монет дополнительных. Но если не смотреть, можно играть пока что. Я не знаю, сколько там часов. Можно без доната играть. Но она приятная. Видите, четвертый уровень мы открыли. Три звезды заработали. Можем сейчас пойти сделать какие-то апгрейды. Можно сундуки какие-то вот по пять минут открывать. Я нажал. Видите, этот нельзя пока тут не откроешь. Тут еще какой-то сундук 6 из 12 накапливается за победы, короче, и прочее. Опять-таки можно делать апгрейды. Мы детали не открыли. Чтобы детали открыть, надо сундуки открыть и все такое. Так, ладно. Поехали. Я не знаю, здесь есть игроки реальные или нет. Тут какой-то Декст едет. Декст. Но я думаю, что это не игрок. Это просто, ну, сделано разработчиками. Я не уверен, что это реальный игрок. Какой-нибудь с телефоном сидит, там играет, со мной нет. Мне кажется, такого здесь нет. Может быть, есть там мультиплеер, кстати. Давайте посмотрим. Я что не смотрел. Есть ли тут мультиплеер? Мы играли компанию. А, нужно шестой. И мы можем реально с другими игроками играть. То есть, это вообще прикольная игра. Надо шестой уровень пройти, шестой гонку. И все. Типа научиться играть можно с другими игроками. Круто. Хорошие игры. Рекомендую. Вот, короче, 12 игр. Давайте посмотрим поближе. Я покажу вам. Вот они все были. Ну, и как обычно, я прошу у вас оценить эти игры. Давайте топ-3 ваших любимых игр, гонок. Не обязательно с моего списка. Если у вас есть какие-то гонки, которые на телефон, на планшет, и которые вам очень нравятся, пишите в комментариях. 1, 2, 3, например. И полное название игр я посмотрю. Может быть, сделаю обзор по играм, которые вам нравятся. Потом отдельный ролик запишу. Ну, все. Вот такие вот игры были. С вами был Андромалик. Надеюсь, вам понравился вот такой вот новый. обзор, не знаю, как мини-обзор игр. Новая рубрика. Я, в общем, мне нравится так играть. В общем, много игр. Сам посмотрел и вам показал. В общем, надеюсь, понравилось. Не забывайте, есть ссылочка на небольшой заработок. Вы скачиваете игры и зарабатываете рубли. Потом можете тратить, как хотите, эти денежки. Переходите в описание ролика. Зарабатывайте. Все. Всем удачи. Спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. До новых встреч. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Все. Увидимся. Пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-